Сегодня, друзья, хочу поделиться с вами одной своей фишкой, которая пришел чисто эмпирическим путем. Как вставать из глубокого приседа? Именно как легче вставать из глубокого приседа? И обращаю ваше внимание, что сработает это только для тех, кто приседает действительно глубоко. Глубоко приседать безопасней, глубоко приседать эффективней. И любой может научиться этому делать. Посмотрите, вот как приседает Юля. Она довольно-таки высокая, но обратите внимание, насколько глубоко она садится при этом в не очень широкой стойке. И обратите внимание на клевок таза, на поясницу прямую. Все идеально. Так что, друзья, для тех, кто хочет действительно глубоко, глубоко приседать, и чтобы легче было вставать, смотрите данное видео, и я поделюсь с вами своей фишкой, своим секретом, если хотите. Но, естественно, техника всегда превыше всего. После того, как вы сделаете общую разминку и экстензии, необходимо прокачать бицепс бедра. Да, действительно, это выглядит немножечко странно, возможно, но этому есть свои объяснения. Во-первых, не путайте, это не будет предварительным утомлением. Это будет, скорее всего, накачкой определенной подушки, определенного буфера, если хотите, который вам будет помогать в приседаниях. Мы наполняем кровью, когда выполняем общую разминку и делаем экстензии, и когда поработаем в сгибаниях ног лежа. Мы тоже с вами нагоняем кровь в заднюю поверхность бедра, которая как раз-таки и будет служить нам той подушкой, которая будет помогать при вставании. Я делаю обычно 3-5 подходиков, постепенно набавляя вес, сохраняя диапазон повторений от 8 в более тяжелых до 15 в разминочных, если можно так сказать. После этого, друзья, переходим к приседаниям. Несмотря на то, что мы уже вроде бы хорошо размялись и при общей разминке, и поработав в сгибаниях ног лежа, я настоятельно рекомендую и настаиваю всем своим ученикам делать специальную разминку. То есть подходить к приседам, к тяжелым приседаниям, очень-очень постепенно, подход за подходом. Но, если мы планируем приседать, к примеру, на 12-15 повторений, особенно это касается девочек, или, если мы планируем приседать на 5-6, неважно, разминка должна быть разминкой. Ни в коем случае вы не должны превращать вашу разминку в тренировку. Как это делают обычно? Повесят по блину с каждой стороны, делают 15-20 повторений. Вешают еще по блину, делают еще повторений 15. Вешают еще по блину, делают еще где-то 12-10 повторений. Друзья, это не разминка, это уже работа. В разминке вы должны выполнять 3-5 повторений. Плавно подводить себя, разогревать себя, все свои системы к настоящей тяжелой работе. Вот это разминка. И тогда вы сможете поработать уже с более тяжелыми весами. Что очень и очень важно. И что вам, естественно, поможет. Так что, друзья, не игнорируем разминку специальную в таких упражнениях, как становая тяга, как приседания. И обращайте на это особое внимание. В данной конкретной тренировке я поработал два подходика на 10,9 повторений с весом 184 килограмма. И, не помню точно сколько, присел заключительным подходом на 6, по-моему, повторений с весом где-то 210 килограмм. Может, чуть меньше. Но, как вы видите, я подошел к этим рабочим весам в течение четырех разминочных, именно специальной разминкой подходов. Но, как вы заметили, это были всего лишь разминочные подходы, в которых я выполнял не более пяти повторений. Вот это была разминка, которая помогла мне хорошенько поработать. В данной конкретной тренировке многие могут сказать, что я приседаю недостаточно глубоко. Не доседаю. Ну, здесь конкретно сейчас, да, вес уже очень тяжелый. Но и хочу сказать, что когда я работаю на 5-6 повторений над силой, я сажусь гораздо глубже, хотя вес и больше. Но, когда я работаю над гипертрофией, я не опускаюсь глубоко. Настолько, насколько это может показаться необходимым для большинства зрителей. Особенно для диванных экспертов, которые вообще не приседают, но знают, как это необходимо делать. Разделяйте свои тренировки на силу, на массу, на выносливость. И тогда будет вам счастье. Естественно, при грамотном питании. Обязательно в конце тренинга, особенно если вы делали приседания, особенно если вы делали становые тяги, делаем гиперэкстензии. Как вы видите, корпус закреплен, двигаются ноги. Это единственное упражнение, которое работает декомпрессионно. Другими словами, растягивает поясничный отдел позвоночника. Вытягивая наши позвонки. Поэтому будьте очень и очень аккуратны. Экстензии, те, что мы видим сейчас на экране, делаем перед тренировкой. Моя тренировка длится примерно 50-60 секунд. Куда не входит ни разминка, ни заминка. И я не считаю экстензии и гиперэкстензии, даже если они очень тяжелые, в это время. Это все время, отведенное на разминку. И обратите внимание на особый вид экстензий, который я делаю. Исключительно для того, чтобы растянуть именно поясничный отдел позвоночника. Гиперэкстензии, друзья, это то, что уберегает вас от проблем, если их у вас нет. А если они у вас есть, то лечит. Наряду с моей гимнастикой, которую я взял из йоги. Она помогла уже и мне, и более тысячи человек. И что бы ни говорили люди, это действительно работает и это поможет вам. Не важно, чем вызваны ваши боли в пояснице. Нужно делать экстензии, необходимо делать гиперэкстензии. И обязательно делать мою гимнастику. Кто впервые об этом слышит, вот сейчас она на экране. Но более подробная, она есть уже, наверное, роликах в пяти, более ранних. Не пропустите, найдите, изучите и делайте. Делайте сами. Давайте делать своим ученикам, если вы являетесь инструктором или персональным тренером. Также пусть делают это ваши близкие, особенно детки, которые очень по многу сидят в школе. Что является основной причиной возникновения современных болей. Грыж, протрузий. Да, не удивляйтесь, сейчас дети в школах уже имеют грыжи и протрузии. Почему? Потому что очень много сидят. В то время, когда в детстве мы должны больше двигаться. Это очень и очень опасно. И, по-моему, единственная система в мире обучения. Фины перешли на то, что дети не сидят более двух часов в сутки. В основном, все обучение построено в игровом стиле, в игровом режиме. Как и должно быть для растущего организма, который требует движений. Не забывайте, что движение это наше все. Обязательно необходимо ходить пешком. Да, друзья. Перед тем, как лечь спать, прогуляйтесь 30-40 минут. Сами или со своими любимыми, близкими, детьми. Это скажется очень и очень полезно на позвоночнике. Потому что вы знаете, что межпозвонковые диски питаются за счет диффузии воды. А не как все остальные системы и органы, питаются за счет кровотока. Кровь приносит им питательные вещества. Но позвонку необходима диффузия. И именно, когда мы гуляем пешком, это происходит. Также это лучшее кардио, которое будет помогать вам пережигать ваши жиры, которые вы хотите с себя согнать. Приседайте, друзья. Не бойтесь приседаний. Они необходимы и мужчинам, и женщинам. Тренировки свои, свой тренировочный путь нужно, необходимо начинать именно с обучения техники. Приседом, становым тягом. Это не значит, что нужно сразу же навешивать на себя огромные веса. Нет. Можно приседать вообще без ничего. Либо с палкой от швабры, бодибаром, пустым грифом. Сейчас очень много грифов. Спасибо кроссфиту. В 2 килограмма, в 5 килограмм. И с этим весом большинство нормальных здоровых людей сможет обучаться технике приседаний. Приседать, друзья, обязательно. Приседание это лучшее упражнение. И я скоро сделаю об этом видео. Для избавления от жировых накоплений. Нет лучше приседаний. Никакое кардио не сравнится. Кстати, напишите в комментариях, почему. Что вы знаете по этому поводу. Или предположите. А скоро, не пропустите, выйдет целый видеоролик об этом. Так что, друзья, приседайте. Обучайтесь приседаниям. Если вы только начинаете. Если вы уже не новичок и никогда не приседали. Начните обучаться приседаниям. Будет вам счастье, будет вам польза и здоровье. Приседания лучшее, что только можно придумать для тренинга. Напомню вам, что вы можете приобрести 2 мои книги. Отдельно для мужчин, отдельно для девушек. О всех тонкостях тренинга питания и восстановления. Обязательно, если хотите разбираться во всем этом, напишите мне в личку. И я отвечу вам, как вы можете это сделать. Особенно, друзья, если вы являетесь тренером-инструктором. Вы просто обязаны изучить эту литературу. Соглашаться с ней, не соглашаться, это будет уже ваше личное дело. Но если вы взяли на себя ответственность, смелость тренировать людей, вы просто обязаны изучить эти книги. И обязательно, друзья, делитесь данным роликом в своих соцсетях. Это лучшая благодарность для меня и для канала. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. Если не понравилось, пишите, что вам не понравилось, и смело ставьте дизлайк. Отдельная просьба, кто уже опробовал на себе в молодости или сейчас проходит эту методику, расскажите, поделитесь в комментариях с вашими достижениями, вашими результатами, ощущениями. Я уверен, что подписчикам и всем, кто смотрит данный ролик, это будет очень и очень интересно. Ну что, друзья, не буду вас больше грузить разной информацией. Не забывайте, что вы можете присылать свои вопросы в комментарии. И я обязательно на все вопросы отвечаю. Вы это видели. А на некоторые, как вот на данный, даже снимаю видеоролики. Спасибо за просмотр. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры сделал DimaTorzok